Отметим, что в физкультурно-спортивном комплексе Северского трубного завода всегда готовы проводить соревнования самого высокого уровня. И в этот раз турнир проходил с соблюдением всех санитарных требований. Команды разведены таким образом, что помимо непосредственно игр они не пересекались, а после каждого матча проходила обработка зала. В отсутствие команд из Екатеринбурга, флагманов областного волейбола, на победу здесь могли претендовать все коллективы. Мы самая маленькая команда. Нас допустили тут по определенному письму. А Екатеринбургов вообще не будет. Но в фаворитах будут те детки, которые старше возраста. Это третий-четвертый год. И в первом же матче волею жребия на паркете Дворца спорта сошлись две полевские команды, представлявшие физкультурно-спортивный комплекс Северского трубного завода и спортивную школу Полевского. Дерби Полевского в очередной раз получилось огненным, а по-другому в противостоянии этих команд и не бывает. Сумасшедшие подачи, долгие розыгрыши, искрометные и остроумные атаки. Видно было, что девчонки настроены серьезно. Жаль только, что пока, надеемся, временно, зрители вживую за их игрой наблюдать пока не могут. В итоге наши девчонки в очной встрече подтвердили, что наше Полевское дерби – одно из самых эмоциональных и бескомпромиссных в Свердловской области. Вот вы знаете, я не могу понять, почему я прям это просто вижу у своей команды, и я не могу с этим справиться. Мои дети психологически с нашей второй командой играют плохо. Вот первую партию видели, да, но мы вообще, да, вот потом уже свободнее, свободнее, и третья партия 25-10. Вот, психологически дети проигрывают, может потому что местные, может не знаю. Ну, тяжело девчонкам, я прям по ним вижу, по некоторым вообще это видно. В итоге здесь, со счетом 3-0, вверх взяли волейболистки спортивной школы. Уверенности, скорее всего, не хватило. Под конец почему-то сдались. Нужно работать, работать еще. В первой партии больше получалось, да, и борьбу навязали. Да, да, вот под конец что-то, видимо, может устали, может еще что-то. Полевчанки своей игрой задали тон всему турниру, и остальные матчи получились подстать стартовому. Правда, команды еще были не на пике своей формы, поскольку не до конца восстановились после продолжительного перерыва в тренировках и соревнованиях, связанного с коронавирусом. Немножко трудно, потому что долго не было тренировок, больше полугода мы не занимались, и трудновато. Мы очень много потеряли, очень много. Считайте, мы там три месяца сидели, тут мы за меня посидели два месяца, да. Ну, защиту, конечно, маленечко потеряли, ну, а так вроде ничего. Они же большие, это с маленькими сложнее. Маленькие теряются девочки, там, пятый класс вот эти. А этим же надо, по идее, это недельки две-три, и они готовы, они же обучены уже всему. Победителем молодежной лиги в этом году стала «Уралочка» из Нижнего Тагила. Второе место у волейболисток из Кушвы. Бронза у команды спортивной школы Полевского. Сборная физкультурно-спортивного комплекса выступила менее успешно, расположившись на шестой строчке. Максим Исаенко, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.